Этот символичный ключ – отворот нового спортивного комплекса, подаренного нашему городу, концернам «Росэнергоатом» и Балаковской АЭС. Открытие объекта прошло в день физкультурника, но было приурочено также и к знаменательным датам – 75-летию атомной промышленности в России и 35-летию пуска первого энергоблока Балаковской АЭС. Благодаря этим знаменательным событиям концерн принял решение сделать такой прекрасный подарок, причем подарок не для гимназии, а, естественно, для всего города, а, возможно, и для региона. Наше будущее – это наши дети, наше подрастающее поколение. Оно должно быть образованным, развитым, в том числе и физически. Поэтому наряду с тем, что делаем мы ежегодно, это помогаем школам нашего города, создаем атом-классы, создаем детские парки, помогаем семьям с детьми, которым это необходимо. И вот, наконец, нам удалось реализовать этот замечательный проект, который посвящен физической культуре. Идея создать современный спорткомплекс на территории гимназии номер два родилась год назад, когда в Балакове проходили соревнования в рамках проекта «Планета баскетбола. Оранжевый атом». И от момента обсуждения до открытия готового объекта прошло совсем немного времени. Задумали, запланировали, начали действовать. Когда сделали первые шаги по подготовке баскетбольной площадки, поняли, что она слишком ярко будет смотреться на том поле, которому уже более почти 30 лет. И поэтому было принято практически молниеносное решение совместно с концерном, совместно с Сергеем Геннадьевичем о том, чтобы всю эту территорию сделать по самым современным стандартам. Этот проект не просто современный, он как будто на шаг впереди времени. На его возведение было потрачено около 60 миллионов рублей. И эти затраты окупятся достижениями юных спортсменов, которые будут здесь тренироваться под руководством опытных наставников, приглашенных в наш город руководством Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом». Это открытое плоскостное сооружение, поэтому уже сейчас готовятся специальные люди. Здесь не массовка, здесь должны быть и дети, и взрослые, и жители. Для этого вот мастер спорта Советского Союза Галина Ползюкова, чемпионка Европы, дважды бронзовый призер чемпионата Советского Союза, играл у меня в Волгоградском «Динамо», коренная Балаковская Балаковка, вот она у нас здесь как бы привлечена для управления вместе со спорткомитетом, не скажем, гимназией для управления вот этим вот образом. Новый стадион позволяет проводить турниры по различным игровым видам спорта – волейболу, баскетболу, футболу, бадминтону и большому теннису. Причем оборудование полностью смонтировано, и старт соревнований можно давать хоть завтра. Для подготовки стадиона нужно не более получаса. Чтобы исключить травмоопасность, исключить вот эти вот лунки, как вот это раньше было, вот сегодняшнее оборудование, 20 минут сетка встала, это для бадминтона, 20 минут сетка уехала и может встать через 20 минут сетка волейбола. Сетка волейбола уехала, может встать баскетбол. Вот, собственно, судейские навесы, там все подключено. Для команд и судей, которые будут участвовать в соревнованиях, приобрели весь необходимый инвентарь и спортивные манишки разных цветов, чтобы было понятно, кто есть кто на поле. Вот таких мячей нами роздано в Волоково уже порядка 500 или 600. Это пятерки, шестерки, семерки детям, школам, вот не дадут мне соврать, гимназии. Так что они обеспечены инвентарем. Играть ребята будут на самом современном покрытии. На таком готовятся к мировым стартам ведущие спортсмены многих стран Европы. Это трава шестого поколения июта. Такая трава застелена сейчас на ВТБ арене. Такая трава стелилась на полях для подготовки команд к чемпионату мира. Спортивный объект позволит проводить в нашем городе соревнования различного уровня, начиная со школьного и заканчивая российским, поскольку площадки соответствуют всем требованиям. Мы передали объект, которых всего шесть в Российской Федерации. Все. Это значит объект, который может принимать вплоть до фибовских соревнований 3.3. В чем суть этого объекта? Да, трибуны, да, он специализированный. Это все есть во многих местах. Но уникальное жведское покрытие Берг. Минус 50, плюс 50 градусов. Срок годности до 20 лет, ну если не заниматься вандалистом. На этом покрытии можно проводить практически, ну кроме зимы, осень, весна, проводить мероприятия. Ну а для того, чтобы юные спортсмены смогли поучиться у опытных игроков, в Балакове будут проводить некоторые туры Лиги Европы по баскетболу 3 на 3. У нас есть такая Лига Европы 3.3. Это лучшее соревнование в Восточной Европе, которое организовано концертным Росэнерготом и ФИБА. Мы здесь собираемся провести 4, может быть, 5 туров 2-го дивизиона этой лиги, 2-го дивизиона этой лиги, с участием, с участием команд Саратовской области, Самарской области, Ульяновской области. То есть мы свяжем здесь регион Поволжье. При этом данный спортивный комплекс все-таки останется школьным спортивным стадионом, где будут заниматься ребята из гимназии. Для них оборудованный комплекс для воркаута и ГТО, дорожки для бега и прыжков. И даже есть уголок для отдыха с символичным арт-объектом. Авторская работа. Разработан он для концерна и корпорации в 2015 году. И на всех наших объектах, когда мы сдаем, это уже седьмой, мы сдаем вот такую вот визитную карточку, которая вечером загорается с нашими воскамеечками, которая позволяет понять, что вот атомная энергетика все-таки в сердцах должна присутствовать. Совсем скоро новый учебный год. И ребята из гимназии номер два первыми опробуют покрытие и оборудование спортивного комплекса. Главное, чтобы ограничения скорее сняли, и стадион распахнул свои ворота для будущих чемпионов.